Пять часов под руинами с котиком в руках. Женщина чудом выжила после удара РФ по дому в Запорожье. Российский ракетный удар по дому в Запорожье унес, так минимум три жизни. Еще несколько человек получили ранения, и спасатели продолжают разбирать завалы, извлекая из руин пятиэтажки пострадавших. Одна из женщин, чудом выжившая при вражеском обстреле жилого дома, рассказала о пережитом. Екатерина Мельник, также опубликовала фото последствий российского обстрела, показав свой уничтоженный дом в инстаграм в сториз. Войска РФ, нанесли очередные ракетные удары по Запорожью, ночью 2 марта. Одна из ракет попала в пятиэтажку в жилом районе, в результате чего в доме, произошло разрушение более 10 квартир со второго, до пятого этажа. Пани Екатерина в это время спала в своей квартире, которая превратилась в руины в один миг. Женщина оказалась погребенной под завалами. В такой же ловушке оказались и ее домашние питомцы, три кота. Пять часов Мельник пробыла под обломками здания, пока ее вместе с другими пострадавшими не вытащили работники ГСЧС. Раненая женщина в руках укрывала, оставшегося в живых котика, обнимая рыжего любимца. После оказания медицинской помощи пани Екатерина, потерявшая из-за российского удара и жилье, и все что было в квартире, обратилась в сети с призывом о помощи. Также Мельник тепло благодарит сотрудника ГСЧС, по имени Павел, называет своим ангелом-спасителем, который услышал крики, откопал и вытащил ее из-под руин пятиэтажки, помог и обогрел. На зов о помощи оперативно откликнулись, и вскоре пани Екатерина в сети рассказала, что потеряв все имущество, нашла много неравнодушных людей, оказавших поддержку. «Благодарна за всю вашу помощь, благодарна всем незнакомым и знакомым людям за репосты, за материальную помощь. Я родилась во второй раз, а вы меня сейчас ставите на ноги», — говорится в публикации. Из трех котов у Мельник остался только один. Женщина не знает судьбу двух других ее питомцев, и подозревает худшие. Рыжий Мурзатый, которого она зарывала собой от бетонных блоков и кирпичей, пока была погребена под обломками здания, приходит в себя и морально поддерживает хозяйку. Ранее сообщалось, что российские войска для разведки и наведения ударов по Запорожской области используют комплекс «Зоопарк-1». Также мы писали, как в январе в Днепре девушка осталась без глаза из-за удара РФ по дому, а в тот день студентка праздновала свое 19-летие.